доброе утро дорогие друзья всем доброе утро из иерусалима из святого города скотеля видите посмотрите это стена западная стена иерусалимского храма который когда-то стоял на этой горе и мы продолжаем изучать тору которая как кто рей написано и сона выйдет тора когда выйдет тора из сона едва рашем мир ушала всем шалом и кстати сейчас я очень советую всем подписаться есть ссылочка на наш телеграм-канал телеграм-канале выходят телеграм-канале выходят обычно все все уроки которые только проходят удобно с аудиоверсиями что можно там слушать машине или кто любит бегать можно бегать ходить то есть очень удобно мы развиваем телеграм-канал и сейчас появилась еще возможность телеграм-канале проводить тоже трансляции я думаю что через вот уже с нового года будет трансляция и фейсбуке и для кого-то если удобнее в телеграм-канале мы там и там будем делать трансляции хорошо дорогие друзья все мы сегодня у нас канун шабата поэтому канун шабата надо готовиться к шабату погода идеальная все вообще в жизни идеально все так как должно быть свыше не каждому дает именно максимально такую знаете как подходящий ему уровень реальности который иногда бывает этот уровень реальности свыше не дает человеку чтобы человек его поблагодарил почувствовал благодарность радость счастье чеку не слушает не чувствует радости счастье beash pogace нему дает какое-то не очень хорошая реально чтобы чтобы человека в этой не очень хорошей реальности, вспомнил, как ему было хорошо и поблагодарил за то, что было, попросил, чтобы стало обратно так, и потом, когда пришло обратно хорошее, чтобы опять поблагодарил Всевышнего, почувствовал благодарность. А люди бывают непонятливые, непонятливые, и Всевышнему приходится каждому давать все время разные, разные такие ситуации для того, чтобы человек в этих ситуациях опять же пробудился, проснулся и услышал голос своей души, голос Всевышнего, и стал счастливым. Цель Всевышнего, чтобы все были счастливыми. Хорошо, сегодня мы продолжаем изучать хитас, и сегодняшний отрывок как раз в недельной главе Ваелы, значит, это последняя глава перед смертью Мошер Абейну, очень много объясняет именно сегодняшний отрывок. Мошер Абейну говорит перед смертью, он говорит, когда приведу я вас к земле, которая поклялся вашим отцам, земля текущая молоком и медом, это имеется ввиду земля Израиля, то есть Мошер говорит, Моисей, Мошер Абейну говорит от Всевышнего, он был как рупор, соединенный со Всевышним, то есть Всевышний говорит через него. А мы, когда, кстати, читаем эти слова и слышим голос Мошер Абейну в этих словах, то мы соединяемся как бы и со Всевышним, и с Мошер Абейну. И вот он говорил, когда я вас приведу на ту землю, которую поклялся вашим отцам, отцам имеется ввиду Абрамыц, как у Якова, и покушаешь ты, и насытишься, и Дашен это потучнеешь, то есть у тебя еще останется полный холодильник, и еще ты понимаешь, что у тебя вон там супермаркет за углом, и все работает, и все есть, и еда есть, и все есть. И что? И написано Упана Эль Элоим Ахрим, и повернешься ты к богам другим, Ва Вадум, и будешь ты им служить. Вне Ацуни, Вэфер Эдбрети, и буду я гневаться, говорит Всевышний, и разрушу, Эфер это как бы разрушу свой союз с вами. То есть смотрите, как получается. Всевышний берет, я объясню на конкретном примере. Всевышний берет, например, какого-то человека, и этот человек, ему приходит какая-то вот удача. Например, люди, которые приехали из бывшего Советского Союза в Израиль, приехало миллион человек, примерно, миллион человек. Значит, приехало миллион человек, и они приехали, они в Израиль, ничего для Израиля не делали никогда, то есть жили в Советском Союзе, в Советском Союзе тоже их обучили, их каким-то образом выстроили, помогли им, да, но человек обычно, он не помнит, что ему помогали. Он помнит, что он делал. И он такой, приехали они сюда, им все дали для жизни. Миллион бывших из бывшего Советского Союза. И значит, теперь они что? Они говорят, плохо в Израиле, плохо. Нам плохо. Религиозные достали. Что это они все эти религиозные молятся вообще? Мы что, должны их кормить? А секундочку, а вы приехали, вас же встретили, накормили, дали вам все. Почему? Откуда? Эти религиозные, они народ Израиля, они 2000 лет молились, чтобы вернуться в Израиль. Вот вернулись в Израиль. Вы же не молились, чтобы вернуться в Израиль. Значит, они молились, чтобы вернуться в Израиль. Вернулись в Израиль. Значит, Тора сохранила еврейский народ, потому что все, кто отходили от Тора, они исчезали. И даже когда в Организации Объединенных Наций спросили у Бен-Гурен, это был первый президент, первый премьер-министр Израиля, да? И когда его спросили, какие у вас права на эту землю? Он же Тору показал. Он же не показал на себя и сказал, вот мои права. Нет, он говорит, вот в Торе написано, пожалуйста, вот Библия, вы на Библии клянетесь, молитесь на Библии. Это же то же самое. Написано, Бог дал еврейскому народу землю Израиля. Все, поклялся и дал. Теперь, но человек, который об этом не помнит, он не изучает Тору, он не хочет понимать, что все от Всевышнего. Он, значит, говорит, нет, секундочку, все от меня. И это, представляете, в Торе прямо написано. Вот приведет Бог на землю, которую поклялся отцам. Землю, текущую молоком и медом. Вообще, это земля Израиля, это просто рай. Реальный рай на земле. Все климатические пояса. Все есть, да? И, значит, в Ахали будешь ты кушать, в Эсава и насытишься, в Эдашен и будет у тебя еще тучность, да? То есть у тебя запасы появятся. Упанай лаким ахирим. И ты повернешься к другим богам, в Ахадум, и начнешь им служить. Но человек, который отворачивается от Всевышнего, он же начинает кому-то по-любому служить. Он начинает служить, например, такой есть, что значит боди, да? То есть на русский переводят все словом боди. Силам другим. То есть силам другим, это что значит силам другим? Действительно, популярность это сила. Есть такое выражение красота это сила, популярность это сила, деньги это сила, связи это сила. Все это сила. И люди, когда они отворачиваются от Бога, они не понимают, что есть единый источник, единственный источник жизни, здоровья, всего, для всего мироздания. Когда человек отворачивается от Бога Всесильного, Создателя мироздания, он начинает тут же служить другим богам. Кто-то начинает гоняться за славой, служить популярности. Кто-то начинает гоняться за красотой, типа красота требует жертвы. Это даже служение красоте, оно похоже на служение, как раньше служили идолам. Красота требует жертв, что ты хочешь? Идешь там, режешь это самое. Конечно, требует жертв. Значит, и Бог написано, он в этот момент, он начинает разрушать союз. Что значит начинает разрушать союз? У человека внутри есть уже союз с Богом. Душа человека, она является союзом его с Богом. И когда ты усиливаешь этот союз, чем ты усиливаешь? Служением Богу. Что такое служение Богу? Это выполнение заповедей, это изучение Торы, это молитва, это благодарность. Когда ты усиливаешь союз, Бог тебе усиливает вот этот свет. Когда ты поворачиваешься в другую сторону, то Бог получается как бы эта труба, вот эта труба, по которой идет благоденствие, труба, по которой идет изобилие, труба, по которой идет здоровье и счастье, эта труба начинает прогневать. Вая написано. И что будет? Титим цена утора от работ. И будет, когда найдут тебя все вот эти большие неприятности, вецарот и большие страдания. Вантаж, раазот, лифанав. И ответит эта песня, которую мы сейчас изучаем, да? Лифанав, перед ним. Лаэт. И будет она, эта песня, перед ним свидетелем. Свидетелем, потому что это специально же Маша Рабейна все это записал, как свидетельство. И никогда не забудется Тора из в устах его потомства. Вот, пожалуйста, свидетельство. 333 года назад была дана Тора. 3333 года назад была Тора, и мы до сих пор учим ее. Каждую букву, каждое выражение, каждое слово мы изучаем. Никогда не забудется. Это доказательство того, что Тора с неба. Тиядати. Эт ицро. Ашер уасе. Айом. Бетерем. Авиену. Элярес. Он говорит, это Маша Рабейна говорит, знаю я его ецро, его сущность. Ецер это вот это животная сущность, которую он дословно делает сегодня, перед тем, как я его привел в эту землю. Ашер нишбати. В эту землю, о которой я поклялся. Значит, зачем Бог привел еврейский народ в землю Израиля? Зачем? Для того, чтобы в этой земле, это специально предназначенная земля, ворота в небо, для духовного служения. Вот если здесь, в Израиле, молиться, изучать Тору, выполнять заповеди, то происходит совершенно невероятное пробуждение, соединение духовного мира и материального. То есть здесь вот просто, ну совершенно другое восприятие реальности. Кто был, вот казалось бы, да, ну камни, ну площадь, ну солнце, ну небо. Ну все вроде бы одинаковое. Вот не все. Вот в святом этом месте действительно есть особое ощущение святости, когда именно духовные вещи, они совершенно по-другому идут. А материальные вещи идут не так уже хорошо. То есть обычно идут материальные вещи, овощи обычные, фрукты хорошие, но есть намного вкуснее рестораны. В Израиле, по-моему, нет ни одного там ресторана, который со звездами, Мишелиновские. Нету этого всего. Там бытовуха, все в Израиле, все удивляются. Как? Страна, которая делает там какое-то космическое оружие, все, не может машину сделать. Нету машин, которые производят в Израиле. Нету. То есть все машины завозные, представляете, не могут машину произвести. Но духовность на высшем уровне. Но, говорит Машер Абейну от имени Всевышнего, знаю я, что вас ведет. Вы идете для того, чтобы удовлетворить свои животные потребности, потребности своего тела. И говорит, что? И написал, записал Машер Абейну песню эту, то есть он записал всю Тору, которую письменную Тору Машер Абейну записал на свитке. Байом Ау в этот день, это было перед смертью, он записывал, записывал эту Тору на пергаменте. И он обучал сынов Израиля. То есть он получал вот эту Тору от Всевышнего. Он эту Тору их обучал постоянно, передавал им. И значит, он ее записал на пергаменте. Вайцав, это Иушуа Бенну. И приказал он Иушуа Бенну, Вайомар. И сказал ему, Иушуа, это ученик его был, Хазак Веемец. Он ему говорит, будь сильным и мужественным. То есть человек у него постоянно внутри идет, такой сидит маленький враг, его вот эта животная сущность, которая постоянно ему говорит, отдохни, посиди, поленись, полежи. А если особенно у тебя все есть, так чего тебе напрягаться вообще? Зачем тебе все это? Отдыхай, кайфуй, все, забудь. Зачем тебе это Вышнее? Зачем тебе это Тора? И говорит Мушарабену Иушуа Беннуну, Хазак Веемец. Он ему говорит, будь сильным и мужественным. Хиатата видны, Исраэль эляарес. Потому что ты заведешь сынов Израиля в землю Израиля. Ашерниш бати раэм, как я поклялся им. И он говорит, и я буду с тобой. Интересно, как это Мушарабену может быть вместе с Иушуа Бенуном? Как он может быть, если он сейчас уходит умирать? У каждого человека есть его способ мышления, его способ принятия решений, его способ речи. Я помню, был такой интересный момент, когда у меня жена начала слушать записи одного из таких преподавателей и буквально вот она послушала, и она начала со мной разговаривать конкретно его словами. То есть, когда мы у кого-то учимся, мы, особенно если мы хотим научиться, то есть мы реально хотим научиться и хотим запомнить, хотим понять, хотим принять, хотим вот быть такими же. Иушуа Бенуном, он от Мушарабену, от Моисея он не отходил, он был его ученик-ученик. И Мушарабену Мушарабену, видя, что Иушуа Бенун, он полностью от него принял всю Тору, весь его способ мышления, его способ разговора. И он ему говорит, говорит, будь сильным, и я буду с тобой. Значит, как я буду с тобой? Потому что, когда Мушарабену, то есть он ушел физически, но его учения, он-то и с нами, вот сейчас мы изучаем то, что он говорит, и Мушарабену говорит, я буду с тобой. Вои и было. Как колот Мушарабену, это не в ряду разу. Когда Мушарабен закончил записывать слова Тора этой, Аль Сефер, в книгу Атумам, пока они не закончились. Значит, Мушарабену закончил записывать. Дальше есть, дальше можем читать недельную главу. Как раз в субботу нужно прочитать всю недельную главу воевых. И в синагогах, во всех синагогах мира, во всех синагогах мира, без исключения, будут читать, евреи будут собираться и читать одну и ту же недельную главу воевых. Представляете? Это же удивительно. 3333 года назад Мушарабену записал эти слова. И сейчас собирается еврейский народ уже 3333 года, собираются и читают, собираются и читают, собираются и читают. И читают это предупреждение, что когда ты зайдешь в землю и будешь есть, и насытишься, и потучнеешь, начнешь ты отходить от Всевышнего. И так и получается. Представляете? Читает человек, читает. Потом думает, да не буду эту субботу читать. А что ты не будешь читать? Да лучше я отдохну, пойду там на море съезжу, пойду еще куда-то. Еще не буду читать. Уже к следующей субботе, к следующему году он уже забыл это предупреждение. И дальше, дальше. Потом, а что делать Всевышнему? Пожалуйста, написано, почитайте спокойно вот эти последние главы Торы. И придут неприятности. И ты тогда прибежишь в синагогу и скажешь, ой, пожалуйста, прости меня, как же я мог, помоги. Я там, не дай бог, я болею, кто-то у меня близкие болеют. Ой, помоги, денег нету, кушать нечего. Ой, помоги, меня там на суд вызывают, а я не виноват. Ой, помоги, ой, помоги, ой, помоги. А Всевышний тогда говорит, а почитай недельную главу. Ницави, Вейлех, почитай, почитай, как все там написано, да, что забудешь ты бога, а потом прибежишь. Ну вот, послушайте, давайте, если мы посмотрим по отношениям между людьми. Бывает, что живут два человека, например, да, муж, жена, или два друга, или два партнера. И один скосячил, он сделал что-то плохое. Потом прибегает и говорит другу, своему партнеру, говорит, прости меня, я тебя прошу, очень тебя прошу, прости. Я ошибся, я был неправ. На самом деле, ты ж знаешь, вспомни, как я тебя люблю. Я ж тебя вообще, мы с тобой вообще близкие, не разлей вода, в армии служили вместе, в то, там вместе женились, все было хорошо. Тот второй говорит, ладно, говорит, помню, что было хорошо, помню, что было плохо, помню, как ты ко мне относился раньше, помню сейчас. Где ты? Он говорит, я вот тот, я вот тот, который хорошо относился. Хорошо, верю. Проходит второй раз. Третий раз. Четвертый раз. Пятый раз. Ну, сколько раз? Сколько раз нужно, можно верить. Теперь Всевышний, он отличается, конечно, от просто партнера или просто от друга. Всевышний, он читает сердца. И он, естественно, понимает, действительно, когда человек, у человека есть много на нас снова. Всевышний знает, и даже Всевышний через Машарабейну говорил, знаю я Ецарара. Ецар, это вначале даже в книге Берешит, Бог, когда создавал человека, он говорит, он говорит, направление сердца твоего, да, твоего мышления, оно зло от рождения. Что имеется в виду? Всевышний поместил божественную душу, он поместил ее в животное тело. И он знает, что это животное тело. Он знает, что тело человека, это конкретное животное, которое… Животное, посмотрите, они дерутся друг с другом за еду, они дерутся друг с другом. Взяли шесть крыс, посадили шесть крыс в аквариум. Значит, эти шесть крыс в другом конце, там, через… надо было проплыть, там была еда, значит, из этих шести крыс, значит, две крысы начали всех щемить, заставлять крысы, рабочих, плавать туда за этой едой. Были две крысы, которым вообще их там просто отчморили и так далее. То есть все это есть у животных. И что интересно, потом, когда взяли двух крыс этих самых блатных, которые всех заставляли и побеждали, и взяли из нескольких аквариум, соединили по две крысы, чтобы их посадили опять в шесть крыс. И опять битва, 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 битва. Две крысы сильные, и всех остальных угнетают. Это суть животного мира. И у человека внутри есть животное. У человека внутри есть божественная душа. У человека внутри есть есть вот эта вот интеллектуальная голова, в которую заходят разные слова. То, что сказал Маше Раббену, сказал Иушуа, он говорит «Анухи и Мах, я буду с тобой». То есть, если ты изучаешь Тору, если ты хочешь присоединиться через Тору к Маше Раббену, к Моисею, который был соединен с Богом, если ты изучаешь Тору, если ты изучаешь книги пророков, если ты сам лично, твое намерение, вот то, что Всевышний от нас сейчас ждет в эти десять дней раскаяния, он ждет от нас намерение именно проявить свою высшую сущность, сказать «Я настоящий» — это душа. «Я настоящий» — это не это тело, которое отпадет, постареет, развалится, раструсится. «Я настоящий» — это моя душа. И все мое тело, весь мой интеллект, вся моя жизнь, она в этом году будет направлена на то, чтобы усилить свою связь со своей душой и с Богом. И Всевышний, как любящий отец, как Всевышний, он опять простит, опять каждый год проходит, есть специальный день, Йом-Типур, мы к нему приближаемся. Йом-Типур, кстати, это сутки, когда не ешь, не пьешь, и стоишь в синагодии, как ангел. И ты этим доказываешь. Почему он называется «День искупления», «День прощения» — Йом-Типур? Потому что ты в этот момент доказываешь, что тобой тело не управляет. Ты говоришь, я это тело заставлю, тело мне помогает жить, а не я служу своему телу. И вот, когда мы эти десять дней каждый день говорим Всевышнему, ты царь, ты царь, ты царь, все от тебя. Я понимаю, нет других сил, нет других, никаких в этом мире, вообще ничего нет, кроме тебя. Весь этот мир — это проявление тебя. И я выбираю, знаете как, я выбираю тебя, все, ты Мелых, ты царь, все от тебя. Десять дней мы это проживаем, усиливаем в себе. После этого Йом-Типур сутки мы не едим, не пьем, стоим в синагоде, молимся, слушаем в конце шафар. И Всевышний нас прощает. Он говорит, ладно, прощено, опять я тебе верю. И заканчивается Йом-Типур, потом начинается праздник Суккот. И это проверка. Если ты реально со Всевышним, ты все время радуешься, ты благодарен, ты понимаешь, что тебе Всевышний дает все просто так. Это все подарок. Каждый день жизни — это подарок. Каждая секунда жизни — это подарок. И то, что ты вообще можешь двигаться, ходить, что у тебя не рассыпается организм, что не дай Бог не включены никакие там внутри аутоиммунные расстройства, которые вдруг людей включаются и съедают. Каждый день жизни — это подарок. И вот если ты это понимаешь, то у тебя будет все великолепно. Все. Всем удачи и успехов. Прекрасного дня. Шаббат шалом. Шаббат шалом. И еще раз прочитал замечательные слова, которые сегодня к нам попали. Как сказал Маше Рабену, он говорит, Твай анухи и е имах, имха. И сказал, значит, Маше Рабену, Юшуа Бенуну. Он ему сказал, и я, говорит, буду с тобой. Я, говорит, буду с тобой. Где это он ему сказал? Он ему сказал так, это книга Дворим, это 31 глава в книге Дворим, а в 31 главе это отрывочек отрывочек 23. 31 глава, 23 отрывок. Там, где в конце говорит Маше Рабену, Юшуа, ва анухи и е имах. Я буду с тобой, как Маше Рабену сейчас находится с нами. Все. Шаббат шалом. Всего хорошего. И подпишитесь обязательно. Есть ссылочка на телеграм-канал. В телеграм-канале выходит очень много уроков. Очень удобно слушать. Вот реально мы в этом году будем очень сильно все уроки. У нас такие лекторы появились. Около 200 лекторов на Ваикре сейчас преподавателей Торы. И мы хотим собрать лучших преподавателей Торы и дать возможность им соединиться со всеми, кто хотят услышать Слово Всевышнего. Это наша цель, миссия платформы Ваикра. Соединять преподавателей Торы с теми, кто хочет слушать. То есть соединять голос Маше Рабену, который соединился со Всевышним со всем миром. Все. Всем пока. Удачи, успехов.